Наталья, ну и снова здравствуйте. И наше очередное прямое включение из администрации. Люберчане голосуют, кто-то уже проголосовал, кто-то только собирается это сделать. Ну и некоторые из них приходят к нам сюда, чтобы поделиться своими впечатлениями. Как раз рядом со мной находится Александр Шлопак, депутат Совета депутатов городского округа Люберца. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы уже проголосовали. Расскажите, как это было? Ну да, я уже проголосовал. Ну, очень праздничное настроение. К участку невозможно было даже подъехать. Столько шло народу, что все не умещались на пешеходных переходе. И пришлось людям идти вдоль дороги. Поэтому очень долго подъезжал, и не было места парковки. На самом деле, в этом году я получил очень большое удовольствие. Не только поставив галочку в нужной отметке в бюллетене, но также еще и побывал на празднике, где детишки выступали. Посмотрел, пообщался с народом, с избирателями пообщались. Встретил много знакомых, обменялись эмоциями. То есть для меня это был большой праздник сегодня. Вы все время голосуете вообще? Выполняете свой гражданский долг? Да, конечно, выполняю. И считаю, что каждый обязан выполнить свой гражданский долг, несмотря на свою занятость, несмотря на свои дела. Потому что мы живем в этом обществе. Если мы не будем выбирать свое общество, то может получиться, как это было у нас в истории в 2017 году. Скажите, а что для вас выборы? Буквально 2-3 предложения. Ну, выборы – это будущее моей, будущее моего ребенка. И стабильность нашей страны. Хорошо. Я знаю, что сегодня не только выборы проходят, но и сдача норм ГТО. Почему вы так объединили в один день? Ну, вы знаете, когда народ приходит, ведь не просто поставить галочку, а поучаствовать в праздниках. А вдруг кто-то хочет показать, какой он спортсмен, кто-то хочет показать, насколько он здоров. Немножко и похвастаться чуть-чуть, и в тот же момент и привить себя. Я думаю, что это здорово. И чем больше будет таких мероприятий, не только нормы ГТО, но и других спортивных еще мероприятий. Можно было еще организовать. И какие-то, может быть, командные соревнования для жителей. Я думаю, что это будет все привлекать, и люди будут ждать выборы и ходить с удовольствием. Ну да, почему нет? А еще у меня такой вопрос. Вот вы приехали когда на участок, кого там было больше? Молодежи или, может быть, людей старшего поколения? Вы знаете, был средний возраст, больше среднего возраста. Старшие-то они всегда ходят, да. Но и удивила меня молодежь тоже. То есть, если раньше я ее как-то не замечал, то сейчас она бросается в глаза. То есть, молодежь была, голосовала. Не могу сказать, что многое было, но она была. Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Спасибо. Наталья, ну мы будем информировать дальше вас о том, что здесь происходит. Спасибо большое, Мария. Ну а мы продолжаем. Напомню, всего в округе сегодня работают 165 избирательных участков. Голосование идет полным ходом. Наш корреспондент Даниил Михайлов побывал на избирательном участке в 17-й школе в Томилине. Жители Томилина тоже активно принимают участие в выборах. Здесь, в стенах 17-й школы, расположен избирательный участок 15-36. Помимо голосования, здесь еще прошла спортивно-развлекательная программа «Папа-мама-я. Спортивная семья». В стенах нашей школы сегодня проходит спортивное мероприятие «Папа-мама-я. Спортивная семья». И принимаются нормативы по издаче комплекса ГТО. А также были эстафеты «Веселый старт» и готовится небольшой турнир по мильфутболу. Мероприятие проводится при поддержке спорткомитета городского округа Люберцы и общественной палаты городского округа Люберцы. Мы участвовали в конкурсе «Мама-папа-я. Дружная семья» или «Спортивная семья». И мы заняли первое место. Это здорово. Явка очень хорошая. Все довольны. Участвуют в выборах президента Российской Федерации. У нас частный сектор. Квартирных домов вообще нет. Поэтому много пошелых людей живет. Еще старые покалки. Они звонят, мы к ним приезжаем и привозим бюллетени, они голосуют. Также Даниилу Михайлову удалось понаблюдать за ходом голосования в Краскове. Там, на участке в гуманитарно-социальном институте работал пункт бесплатной юридической консультации. Все подробности далее. Сразу три избирательных участка расположились в гуманитарно-социальном институте в Красково. Здесь хорошо налажен процесс выборов. Люди активно идут голосовать. Люди сегодня очень активны. Проезжаю территорию сама. Поддерживаю наших жителей. Всех очень рада видеть. Сегодня очень важный день. Люди очень активны и правильно принимают участие в решении таких глобальных вопросов, а именно будущего нашей страны, будущего наших детей. На территории избирательного участка работают специалисты юридической клиники Российской таможенной академии. Любой желающий может обратиться за бесплатной юридической консультацией. Свой гражданский долг отдали, несмотря на то, что они одни на больничном, все равно пришли, свой гражданский долг выполнили. Сделать свой выбор на избирательный участок пришел и заслуженный художник Российской Федерации скульптор Александр Рожников. Выборы президента сегодня, они положительным образом отличаются от выборов, которые были раньше. Я смотрю, очень много молодежи, причем активной молодежи, причем сознательно идущих на эти выборы. Наконец-то мы, вот наше поколение, донесло до молодежи, что это очень важно. И от каждого нашего голоса зависит будущее нашей страны. Именно нашей страны. Потому что в первую очередь мы должны любить свою родину, свою страну. Сегодня выборов достойного президента у нас будет не просто будущее, у нас будет светлое будущее, у нас будет замечательное будущее. Проголосовать в гуманитарно-социальный институт приходит очень много людей. Это как и молодежь, так и люди старшего поколения. Данил Михайлов, Никита Скраган, Телеканал ЛРТ. Ну что же, я хочу напомнить, что сегодня в единый день голосования корреспонденты ЛРТ ведут репортажи с избирательных участков и прямые включения из территориальной избирательной комиссии Люберец. Следите за эфиром. Хорошего вам дня.